Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, приготовили для вас самые интересные и актуальные новости нашего региона. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Я на лед, а ты под лед. Сотрудники МЧС встретились с рыбаками, чтобы рассказать им о правилах поведения на льду при зимней рыбалке. Сквер для горожан. В Рязани продолжается федеральный проект по благоустройству городов. Безналичная оплата проезда. В нашем городе появились еще 99 маршруток с новыми возможностями для пассажиров. Хлеб всему голова. Новая площадь может появиться в историческом центре Рязани. Площади Ленина планируют вернуть историческое название. Площадь Хлебная. За 2017 год произошло 27 несчастных случаев на воде. К сожалению, 25 из них закончились трагедией. Представители службы МЧС круглогодично проводят патрулирование водоемов Рязани и области. Летом с целью профилактики купающихся, а зимой предупреждают рыбаков обо всех возможных неприятностях. В рейде со спасателями побывал Валерий Седов. Чуть встанет лед, рыбаки уже на воде. Толщина льда для них не всегда играет важную роль. Как показывает практика, только опытные рыболовы заранее проверяют данные о том, насколько лед крепок перед выходом на воду. А для остальных толщина замерзшей воды не играет особой роли. Для того, чтобы предупредить рыбаков о возможной опасности, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Рейды у нас в Рязанской области проходят ежедневно на семи участках. У нас имеется семь участков ГИМС по всей области на самых больших и крупных водоемах, где массовое скопление людей. При патрулировании сотрудники МЧС используют судно на воздушной подушке. Для Рязанской области оно уникально. Судно за моей спиной называется ХИБУ-10. Это катер на воздушной подушке. Максимальная скорость ПВЕ 60 км в час, а по льду под 100 км. И вот первая остановка. К рыбакам, которые отважились выйти на лед, направляются сотрудники МЧС. Они проводят беседу, а в конце вручают гражданам листовку, на которой написаны основные правила поведения на льду. Как правило, рыбакам все это уже известно, но повторение – мать учения. Сотрудники МЧС рассказали, что чаще всего они акцентируются именно на том, что делать, если человек провалился под лед. Инструкция в первую очередь – это не поддаваться панике и попытаться выбраться на лед. То есть желательно при себе иметь средства самоспасения, так называемые, гвозди или отвертки заточенные, чтобы человек мог воткнуть их в лед и подтянуться, выйти на лед. Судно на воздушной подушке на огромной скорости летит по снежному покрову. Рыбаков не видно, хотя толщина льда сейчас 25 см. По словам сотрудников МЧС, она считается безопасной. Что примечательно, запретить рыбакам выходить на лед никто не может. Поэтому и проводятся ежедневные профилактические рейды. Вот только заядлых любителей рыбной ловли толщиной льда вряд ли испугаешь. Но инструкции есть и на этот случай. Как правило, советы у нас одни – это не выходить на тонкий лед. Но если уже пошли на тонкий лед, то проверять ударами пешни перед собой толщину льда. Этот профилактический рейд можно считать удачным. За все время патрулирования нам повстречались только два рыбака. Один из мужчин уже 40 лет занимается рыбной ловлей. И он рассказал, что все основные правила поведения на льду ему давно известны. По словам сотрудников МЧС, основные проблемы начнутся весной, когда толщина льда перестанет быть безопасной. Остается надеяться, что профилактические рейды принесут свои плоды и несчастных случаев на воде станет меньше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вопрос благоустройства Рязани сейчас активно обсуждается не только властями, но и жителями города. Анкетирование, которое проводится в крупных торговых центрах Рязани, должно показать, какие объекты горожане хотят видеть преображенными. Среди прочих в списке есть Маминсквер, расположенный в микрорайоне Дашково-Песочни. 1 февраля в нем собрались активисты, которые хотят, чтобы именно эта территория вошла в число прочих, которые могут быть благоустроены для удобства горожан. Здесь хотели построить дом, а затем оборудовать парковку. Но жители отвоевали зеленую зону под названием Маминсквер. Летом здесь красивая аллея, а зимой место для прогулки. Теперь у горожан появилась возможность улучшить зеленую зону, не прилагая практически никаких усилий. Совсем недавно в России стартовал федеральный проект по благоустройству городов, который проходит в три этапа. В первом жителям регионов предстоит выбрать те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными. В Рязани насчитывается более 50 таких мест. В каждом крупном торговом центре, например, Дашков песочник, это Европы, в обоих Европах везельгроз, проходит анкетирование. То есть житель, проходя мимо, если видит такой большой плакат благоустройства городской среды, комфортной среды, надо к нему обязательно подойти и отдать свой голос. По словам Светланы, никакие данные при анкетировании указываться не будут. Достаточно простой галочки. Первый этап закончится 9 февраля. По результатам анкетирования выберут по три территории в каждом микрорайоне. То есть во втором этапе определятся 12 наиболее популярных зеленых зон. Третий этап пройдет 18 марта. Там определятся четыре территории. И вот из этих четырех мы опять выберем одну единственную. То есть четыре территории от города нам благоустроят. И будет у нас просто красота. Всем же хочется пройти по красивой территории. Нам дают шанс. Жители микрорайона Дашково-Песочни агитируют всех соседей проголосовать за мамин сквер. Это удобная зеленая зона недалеко от школы и детского сада. Хочется чистоты, тепла, уюта, чтобы здесь гуляли дети. Большое количество желательно, чтобы был социум, чтобы дети были общаться с кем. Я люблю, когда все красиво. Не просто там набросали туда цветочков, туда цветочков, а чтобы все было красиво. Мы хотели бы тут видеть тренажерный зал, чтобы можно летом было позаниматься, прийти в форму. Светлана Акимушкина говорит, что сейчас настало то самое время, когда стоит проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за одну из зеленых зон города. Ведь если есть возможность сделать Рязань лучше, то почему ею не воспользоваться? Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Уже давно горожане, пользующиеся картой УМКО для проезда в городском транспорте, жаловались на то, что далеко не во всех коммерческих маршрутных такси есть возможность их использовать. Естественно, это вызвало серьезные неудобства и, как следствие, недовольство граждан. Однако с февраля ситуация должна значительно измениться. Теперь возможность оплатить проезд безналичным способом появится еще в 99 маршрутках, курсирующих по трем городским маршрутам. В рамках реализации проекта внедрения автоматизированной системы оплаты проезда с 1 февраля еще один коммерческий перевозчик поэтапно подключает автопарк своего предприятия в количестве 99 бортов к системе приема безналичных платежей. Речь идет о коммерческом автотранспорте, работающем на маршрутах номер 75, 34 и 53 и обслуживающих пассажиров из Семчина и Недостоева. Помимо удобства и комфорта самих пассажиров, к числу преимуществ автоматизированной системы оплаты сами перевозчики относят тот факт, что водителю не нужно отвлекаться, принимая деньги, считая их и выдавая сдачу. Наше решение было осознанно. Мы готовились к этому с осени прошлого года. Мы посмотрели, что действительно горожанам это будет удобно, это будет для них комфортно. И поэтому это наше осознанное решение. В частности, с первых чисел февраля пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом в 32 единицах коммерческого автотранспорта, работающего на маршруте 75. С 15 февраля такая возможность появится в маршрутках, следующих по маршруту 34. С 25 февраля к системе АСО подключится еще 48 бортов, перевозящих пассажиров по маршруту 53. В результате мы получим с 1 марта 50% муниципального коммерческого транспорта будут оборудованы терминалами для безналичного проезда. То есть горожане смогут воспользоваться этой услугой. На маршрутах 75 и 34 также работают машины других коммерческих перевозчиков, на которых не созданы условия для приема безналичных платежей. Так что горожанам следует быть внимательнее и обращать внимание на наличие или отсутствие на маршрутках соответствующих наклеек. Оборудование пассажирского транспорта системами безналичной оплаты будет развиваться в нашем городе и дальше. Развитие системы, поддержанной на федеральном уровне, по поручению президента внесены поправки, соответствующие в федеральный закон 220, которые говорят о том, что необходимо применение безналичной системы оплаты проезда на борту каждого транспортного средства, выходящего в рейс ежедневно. Внедрение соответствующего оборудования также позволит расширить возможности оплаты проезда и для льготных категорий рязанцев на транспортных средствах с фирменными наклейками проекта «Умка». Ирина Ковалева, телекомпания «Город». В преддверии 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве в библиотеке имени Горького прошла патриотическая акция «Ты выстоял в Великий Сталинград». Гостями на этом мероприятии стали школьники Рязани, курсанты, ветераны Великой Отечественной войны. О событии расскажет Ирина Ковалева, которая побывала в библиотеке имени Горького. Писатель Константин Симонов как-то отметил, что выражение «стоять насмерть» по всей видимости родилось именно в Сталинграде. Сталинградская битва длилась 200 дней и 200 ночей. Она унесла сотни тысяч человеческих жизней, а победа в ней стала крупнейшим военно-политическим событием в ходе Великой Отечественной войны. В преддверии 75-летия разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск под Сталинградом в библиотеке имени Горького прошла патриотическая акция «Ты выстоял в Великий Сталинград». Библиотека имени Горького использует каждый факт нашей великой истории, каждую героическую дату в календаре Великой Победы для того, чтобы передать наследникам победителей память о Великой Победе. Мы проводим эти акции главным образом с этой целью, чтобы сформировать у молодежи, у подростков, у сегодняшнего молодого поколения ответственность за эту победу. Сражению за высоту 102, оборона дома Павлова, операция «Кольцо» – важнейшие события страшной битвы предстали перед участниками акции во фрагментах документальных и художественных фильмов, фронтовых письмах, стихах, воспоминаниях участников этих событий, которые прозвучали из уст ведущих. Вспомнили и о тысячах рязанцев, которые принимали участие в Сталинградской битве. Среди них всем известны Сергей Бирюзов, Антонина Зубкова, Сергей Денисов, чьи подвиги приблизили Великую Победу. Среди участников акции – курсанты, кадеты, школьники, участники движения «Юнармия». О Сталинградской битве они знают из учебников истории, но о многих фактах ребята даже не подозревали. Город ведь простоял всю войну, простоял, и этого не сдался. А вот участники Великой Отечественной войны фронтовики знают о страшных событиях тех лет не понаслышке. Татьяна Лемешева попала на Второй Прибалтийский фронт 16-летней девушкой. Она спасла жизни не одного десятка танкистов, вернув танки, которые шли к немцам. В Сталинградской битве она участия не принимала, но в том числе и через ее фронт проходили войска, двигаясь на помощь защитникам Сталинграда. Мы стояем на посту, стоишь на перекрестке, да? Так вот, туда тянулись все войска, прежде чем это наступление, надо было окружить. Так все проходили через меня. Вот Винюс подъезжает, выскакивает офицер ко мне, танки пойдут вот сюда. А Катюша выскакивает, вот туда, мы направляли, мы что-то действовали. А сколько тысяч проходило мимо? Все уставшие. Раньше не было никаких поездов, и машин-то не хватало. Разможно столько перевезти, тысячи шли в Сталинград. Участники Великой Отечественной войны помнят о тех страшных событиях. А вот молодежи и подрастающему поколению просто необходимо как можно чаще рассказывать о великих сражениях, о Великой Победе, чтобы знали и помнили. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Споры вокруг площади Ленина не утихают. Причем касаются они не только ее реконструкции. Так, например, краевед Игорь Канаев внес предложение вернуть площади ее историческое название. Хлебная площадь. Именно так называлась площадь Ленина сто лет назад. Причина такого названия уходит глубоко в историю нашего города. Когда-то здесь располагалось шесть хлебных торговых рядов. А до этого именно на нынешней площади Ленина располагалось Всполье. Возможно, основой послужило Всполье, край Женого поля. Это место Вспольем называлось, это топоним, такой был, да, средневековый. Потом, когда задумывалась постройка площади и думали над названием, сыграло роль, что Рязань была центром хлебной торговли. Это уже хлебные торговые ряды. Они и появились здесь, шесть. И поначалу так оно и было на протяжении десятилетий. Это было главное место транзитной и привозной хлебной торговли. А если вглубь посмотреть, Рязанская земля издревле кормила Великий Новгород хлебушком. То есть Рязанская земля – это хлебодарная область, край, который испокон веков знаменит своим хлебом. Краеведы утверждают, что историю города необходимо помнить, знать и передавать из поколения в поколение. Они также говорят, что Рязань – это не город, созданный в 1917 году. А пока все, о чем напоминает площадь Ленина – это революция 1917 года, празднование которой, по мнению краеведов, лучше перенести на улицу Октябрьскую, расположенную в поселке Приокском. Историки считают, что именно там вся обстановка поселка советского периода является памятником советской истории. Здесь же, в центральной части города, веками складывалась другая история. К площади Хлебной стекались сразу восемь улиц – Московская, Хлебная, Синая, Краснорядская, Горшечный ряд и знаменитый Трезубец, аналогичный Питерскому. Улица Мясницкая, Почтовая и Соборная. При этом ранее вид с площади Хлебной на все эти улицы был изумительным. Со всех сторон виднелись церкви и соборы. Здесь сложился на протяжении, считайте, трех веков уникальный историко-архитектурный, топонимический, даже археологический ансамбль. Это место знаковое. Вот его предлагается сделать местом общенародных праздников, гуляний. То есть здесь, кроме того, что здесь пока возлагаются цветы 7 ноября сюда, здесь должны быть праздники нашего города, тысячелетнего, а именно на Хлебной площади уместно проводить тысячелетний юбилей нашего города. Это День Петра и Февронии, тоже здесь намерены проводить, День Семьи и Верности. Это праздник православный. К Хлебной площади он стыкуется идеально. Праздновать Масленицу здесь было решено уже в этом году. Кроме того, как сообщается на сайте городской администрации, площадь уже хотят сделать главной площадью нашего города. В связи с этим грядет масштабная реконструкция, с которой однозначно согласны и историки. Однако они все-таки настаивают и на переименовании площади. Сейчас глава региона уже рассматривает вариант двойного названия этого места – Ленина Хлебная. И, возможно, это уже первый шаг к переименованию. Ведь ранее историкам уже далось добиться возвращения исторических названий таким улицам, как Почтовая, Соборная, Скоморошинская, Астраханская. При этом ранее Соборная улица носила название улицы Революции. Но когда Рязанский театр юного зрителя был назван театром на Соборной, в обиход гаража новое название вошло очень быстро. Что и говорить о том, как теперь полюбилась всем улица Почтовая, где проходят творческие вечера, ярмарки и другие мероприятия. Хотя еще недавно все знали эту улицу как улицу Подбельского. Так вот и сейчас историки считают, что название площадь Хлебная также быстро может войти в обиход. Достаточно переименовать торговые ряды, повесив на них баннеры с их историческим названием – Хлебные торговые ряды. К слову, уже сейчас в одном из этих зданий открылось заведение со схожим названием. Быть может, это еще один шаг на пути к смене названия площади. Напоследок хотелось бы добавить, что общая территория географического центра нашего города составляет всего один квадратный километр. И расположен этот центр именно здесь, на этой площади. Многие хотят сохранить исторический вид этого места, а также сделать его главной праздничной площадью для рязанцев, чтобы здесь, в красивой и приятной обстановке, они могли наслаждаться культурой нашего города. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Туристический потенциал Рязани набирает обороты. Уже открыт музей «История леденца», музей пряников, интерактивный музей сказок. А теперь появился и бар-музей вин и напитков под названием «Секера». Сейчас он вошел в число 80 номинантов на премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Это престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепцией года. Чем уникален рязанский бар-музей, выяснила Галина Ершова. Взвар, сыта, избитень – это не набор слов, а традиционные русские напитки. Узнать их состав и даже попробовать можно в баре-музее «Секера». Гостей заведения удивляют рецептами, по которым готовили рязанские мастера несколько столетий назад. Если вы привыкли покупать квас в магазине, то будете сильно удивлены. Ведь традиционный русский напиток имеет белый цвет. Коричневым он бывает, только если настаивается на жженых корочках. Но специалисты говорят, что это уже совсем не то. При изготовлении кваса в него добавляли несколько грамм изюма. На вкус напитка это не влияло, зато помогало ускорить процесс брожения. Стоит отметить, что квас делали не только из хлеба, но и грибов, различных ягод. Другим традиционным напитком был сбитень. Это русский аналог Глинтвейна. Сбитень это горячий, даже больше зимний напиток. Варится именно медовый раствор, и в него добавляются, допустим, гвоздика, допустим, анис, какой-нибудь бадьян. Можно различный тоже, можно лимон добавить. Все это потом настаивается, и через какое-то время уже можно попробовать дегустировать. Благодаря гастрономическим изыскам, рязанский ресторан вошел в число 80 номинантов на премию «Пальмовая ветвь». Престижную награду вручает Европейская ассоциация «Волидерсклаб Интернешнл». За статуэтку борются лучшие ресторанные концепции из семи стран. Среди них Бельгия, Швейцария, Германия и другие. Однако оценить рязанский бар-музей успели не только судьи конкурса, но и гости региона. Даже бывают иностранцы, то есть это Румыния, Франция. Также непосредственно рязанцы и туристы из различных городов. Это Питер, Москва. Люди просто, когда заходят сюда, они сначала не понимают, куда они попали. У них такой восторг, удивление. Яркая концепция помогает привлечь туристов в регион, ведь на напитки можно не только посмотреть, но и продегустировать их во время интерактивной экскурсии. Это позволяет расширить кругозор и найти новые причины, гордиться российским производством и традициями. Поддержать участника из Рязани и отдать за него свой голос можно на сайте рестораноман.ру. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова